Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Тысяча слов. Главный герой трепло, каких свет не видывал, и вот однажды этот говорливый персонаж узнает, что ему осталось произнести вслух ровно тысячу слов, после чего он обязательно умрет. Как украсть небоскреб? Джошу Ковачу не повезло. Его поимел злобный финансист, живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым. Шесть новоявленных друзей Джошена должны пробраться в пентхаус. И отыскать 20 миллионов долларов. Знакомьтесь, Дэйв. В поисках способа спасения своего мира, находящегося на грани катастрофы, команда миниатюрных человекоподобных пришельцев прибывает на землю, на корабле, замаскированном под тело обычного человека. В нашем мире им приходится приспосабливаться, чтобы не быть схваченными людьми. Притавь себе. Эван Дэниелсон – успешный финансовый аналитик, который так занят работой, что совсем не уделяет внимания своим домашним. Но однажды его карьера оказывается под угрозой. Тут-то неожиданно и выясняется, что маленькая дочка Эвана в своих рисунках каким-то чудесным образом предсказывает биржевые котировки. Эван находит выход из, казалось бы, безнадежной ситуации, и это заставляет его пересмотреть свое отношение к семье. Приключения Плута Нэша В 2080 году в Малой Америке на Луне бывший жулик Плута Нэш помог другу-неудачнику, мечтавшему о карьере поп-звезды, выкупить у мафии замызганный бар. К 2087 году друг стал поп-звездой, а Плута – хозяином самого модного ночного заведения во вселенной. В этот момент тут на Луне легализовали азартные игры, и клуб опять стал приманкой для мафии. Вскоре Плута в обществе недоделанного робота Бруно и несостоявшейся певички Дины пришлось по всей Луне улепетывать от армии Громил, правда, не очень высокой квалификации. Шрек 2001 года Жил-добыл в сказочном государстве большой зеленый великан по имени Шрек. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка, лорд Фаркуат, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шреково болото всех сказочных обитателей, и беспечной жизни зеленого великана пришел конец. Но лорд Фаркуат пообещал вернуть Шреку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедыжащим драконом. Доктор Дулитл 2 Эдди Мерфи возвращается на экраны в качестве доктора, умеющего разговаривать с животными. Но теперь его четвероногим пациентам недостаточно приема в больнице. Им надо спасать свой лес от людей, которые уничтожают его. Кто им поможет? Конечно же он. Верный друг и защитник лесного народа. Для этого доктору надо обустроить интимную жизнь двух бурых медведей. Непростое это занятие быть семейным консультантом у этих огромных, непоседливых, но в то же время милых и очаровательных тварей. На то, чтобы научить циркового медведя жить в дикой природе и полюбить новую подругу, Дулитлу отпущено всего три недели. Чёрнутый профессор Любовь заставляет страдающего от чрезмерной полноты профессора Шермана Клампа провести над собой смелый эксперимент. Чудодейственный препарат превращает неуклюжего, но доброго и деликатного толстяка в нахального по весу лавелласа. Две ипостази гениального учёного вступают в борьбу за право существования. Неконтролируемые метаморфозы героя порождают множество комических ситуаций. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова